Приветствую вас и ответом на вопрос будет послушать раскрытие для начала той самой коренной проблемы, которая у вас образовалась вашим молодым человеком. Коренная проблема заключается в том, что ваш мужчина чувствует, что живет уже с вами довольно давно, довольно долго, и он хотел бы связать с вами свою жизнь, но вы по некоторым причинам, вот вы пишете, что не обратили внимания на мужчину, не обратили внимания на то, что он хочет с вами связать свою жизнь. И не обратив на это внимание, вы скорее всего, или по крайней мере по его мнению, по мнению мужчины, вы его немножко, скажем так, обидели этим, тем, что не захотели отвечать на его, ну, скажем так, на его предложение взаимности, по его мнению, по его мнению опять-таки. То есть это его понимание того, что вы не хотите выходить за него зам. Это мужчина, в принципе, так думает. То есть это совершенно, знаете, не обязательно, что это вы так думаете, что это вы так вот посчитали, например. Это вполне мог подумать и сам мужчина. И очень важно в этой ситуации, очень важно в этой ситуации для вас понять, осознать, что вот это одна из корневых, я бы даже сказал, ключевых, основных проблем. Потому что мужчина, возможно, несколько оскорбился в результате того, что вы не захотели принимать его предложение. Дальше. Следующий важный момент, который нужно сказать заключается в том, что ваш молодой человек и вы поссорились с нас, если, если, ну, я надеюсь, это понятно, практически на ровном месте. То есть что-то вы там не убрали, что-то вы там не сделали и произошла ссора между вами. Соответственно, поскольку ссора это не является чем-то серьезным, поскольку ссора не является чем-то таким уж кардинальным и принципиальным, то я очень рекомендовал бы вам в этой ситуации как бы гордость не играть, то есть не вести себя гордо, потому что в данном случае вы можете навредить только лишь себе самой, и вы можете навредить своему мужчине едва ли не в большей степени, чем себе сами, потому что, ну, как вот вы говорите, что вы не хотите уходить от мужчины, вы не хотите его бросать, но гордость у вас есть. Так вот, гордость, она хороша тогда, когда ссоры происходят регулярно. А когда всё надо, то, знаете, выставлять на передний план свою гордость, не кажется мне хорошей идеей, просто потому что страдает от этого свет. Если бы вы действительно могли, там, позволить себе квартиру, если бы вы действительно могли позволить себе уйти, например, к родителям жить, это одно, и это ваше полное право поступать, да, но вы совершенно однозначно говорите о том, что вы этого сделать не можете, или, по крайней мере, у вас отсутствует такая возможность, и получается, что вы оказались в загнанных угол. То есть вы, с одной стороны, хотите перед своим мужчиной выглядеть как-то вот независимо, да, а с другой стороны, вы хотели бы, чтобы всё осталось так, как есть. Я думаю, что поскольку в вашем сообщении отсутствует какой-либо намёк на регулярный ссор, то можно попробовать пойти на примирение, объяснить вашему молодому человеку, что вы, допустим, были неправы, что вы не хотели говорить ему то, что сказали, что вспомнили недавно о том, что он делал вам предложение, и хотели бы у него спросить, не придумал ли он ещё его вам сделать. То есть нужно пойти на мировую для чего? Для того, чтобы сохранить то, что у вас сейчас есть, чтобы не потерять это, чтобы не расстаться по сути из-за такой вот, знаете, ну, самое самое, что ни на есть, бытовой ссор. То есть, ну, ладно, если бы причина конфликта, да, была бы достаточно серьезной, это ещё понятно. Но ваша причина, она, знаете, очень, ну, она не пустяковая, конечно, но она проликтована именно другими проблемами. Я думаю, что проблема именно та, что вы отказали своему мужчине, и, соответственно, если вы хотите с этим человеком продолжать отношения, если вы увидите с ним своё будущее, то вам нужно понять, что у мужчины есть определённые негативные эмоции по поводу вашей реакции. И она ему не нравится эта реакция. И вам нужно помочь мужчине разрешить эту проблему. Потому что в противном случае вы рискуете очень сильно, вы рискуете потерять своего молодого человека вообще. И в этом контексте, в этом ключе, мне бы хотелось вам только лишь посылать того, чтобы вы свою гордость, если угодно, немножечко поумерили бы, немножечко отодвинули бы её на второй план, а на передней всё-таки вывели бы ваши отношения с мужчинами, которые являются гораздо более важными в данном случае для вас. гораздо более они, ну, как бы, приоритетны, чем то, что вы хотите показаться своему мужчине гордой. И я вас безусловно понимаю. И если ссора будет происходить постоянно, и тогда ссора будет с периодичностью появляться у вас, то тогда, конечно, действительно нужно эту самую гордость проявить. Но пока, пока у вас нет претендента, по крайней мере, вы не написали о нём, лучше всё-таки пойти на мировую, но сделать это один раз. И в дальнейшем, если у вас будут происходить конфликты, то уже заседать, что мужчина сам захочет первым сделать шаг на примирение. Но я думаю, что в этой ситуации, и с учётом того, что вы написали, вам нужно самой помириться с ним, самой пойти на примирение, чтобы, во-первых, защитить свои интересы, и чтобы, во-вторых, вот всё-таки с пониманием отнестись к тому, что ваш молодой человек хотел, чтобы вы стали его женой, а вы на это отреагировали, ну как, знаете, не очень хорошо. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.